армения последнее время скажем так разворачивается в разные стороны иногда по делу иногда без ну вот как ты прокомментируешь новость которая пришла оттуда о том что армения приветствует так сказать решение франции не уходить из атомных проектов армении и более это дело расшифровалось как армения и франция рассматривают расширением это саморской атомной электростанции строительство новых блоков и тогда реконструкции я так понимаю старого восстановленного блока еще советского вот как ты можешь прокомментировать эту новость и насколько французы могут влезть в атомные проекты в армении когда я слышу новости о том как французы строят новый атомный электростанции я не могу не улыбаться даже не знаю почему напомню достижениях французских атомщиков в этом веке их много построено два энергоблока в китае на базе реактора pr1600 технология компании арева которую от банковского спасена бюджетными вливаниями теперь называется рано но есть строить не доверяют стоит компания df которые на самом деле эксплуатант атомных электростанций это для начала чтобы было понятно построили атомную электростанцию волки лото в финляндии всего за 18 лет совершенно лихо получилось за первые два года работы три внеплановых остановки хорошее достижение одновременно стартовавшее строительство еще одного энергоблока на атомной электростанции фламан вели у себя дома во франции это вот был тот момент когда у ареева что-то не получалось финляндии компания да и сказал я сейчас покажу как надо не начала строить во фламан или продолжаю строить неплохо получается сколько лет уже да тоже 18 уже хорошо но тут очевидно рекорд пошли потому что планка 18 лет она уже преодолена ну и такая традиция что срываются не только сроки но и уверенно растет при этом сметы тоже хорошие такие варианты на день сегодняшний кроме фламан вели строится еще два энергоблока на базе все того же реактора pr1600 проект хорошие соответствует поколению 3 плюс собственно говоря для этого реактора вот этот абстрактный термин 3 плюс и был придуман в общем-то великобритании третья очередь 1 к санса и хинкли-поинт и как любят повторять те англичане у которых что сохранилось английское чувство юмора мы рады тому что именно в великобритании будет самый дорогой объект недвижимости в истории человечества когда это будет построено сказать сложно работы реально идут сметная стоимость сейчас двух этих энергоблоков 28 миллиардов фунтов стерлингов и вряд ли процесс прекращен вот знаменитый французский шарм ну я бы так прокомментировал атомщики франции не замечено строительстве атомных энергоблоков в горной местности в сейсме опасной зоне это корректно достаточно корректно прозвучало но подожди альпы вот не замечено если сейчас руководство армении считает что именно французские проекты необходимы ну вот пожалуйста при этом французы не остановились на вот этом проекте pr 1600 это действительно крупный как сажим энергоблок далеко не каждая энергосистема способна из одной точки такое количество мегаватт принимать они это поняли появился проект pr 1200 1200 это в мегаватт электрическая мощность 1600 1200 уже поменьше есть еще проект отмеа 1000 1000 электрическая мощность это совместный проект с японскими специалистами из мисубиши heavy industries отличительная черта этих реакторов их не существует в природе они есть на чертежах они обоснованы получено одобрение со стороны государственного регулятора франции но они рассчитывали на обычную равнинную местность не на горы так что с одной стороны с другой стороны ну почему бы и нет франция и россия это две страны единственные на планете которые обладают технологией переработки обученного ядерного топлива то есть это страны достаточно безопасно то есть можно топливо получить у французов им же отдать на переработку до высокоактивные отходы возвратят но это не 150 тонн облученного ядерного топлива это дай бог тонна 3 и под это геологическое захоронение где-то в горах армении наверняка найти можно сколько времени займет этот прекрасный проект мне сказать сложно я могу пожелать попутного ветра удачи в переговорах в поисках денег вдв после того как миновала острая фазы энергетического кризиса в европе обнаружила что она осталась без денег потому что французская правительство сохранила тарифы для потребителей но за счет прибыли компании df так получилось так что сколько это времени займет несколько так сложно но с другой стороны это повод ездить друг другу в гости проводить переговоры выстраивать проекты у франции были еще и проекты атомной станции малой мощности но компания которых вела после получения всех замечаний от государственного регулятора франция там весьма и весьма профессиональная команда сказала что этот проект свернут все то есть те проблемы которые выявила вот эта проверка они решить неспособны но свернули так что какой реактор будут строить когда его будут строить будут ли его строить за чьи деньги ну остается наблюдать напомню что мое отношение к армении несколько изменилось после того кормения вышла из проекта энергомоста который должен был пройти маршруту россия грузия армения иран напомню что северная часть ирана вот почти арктика то что южнее реки аракс там для средней температуры по моему ниже 30 никогда не опускается они не электрифицированы и соответственно ирану большого желания от южных месторождений у них все на юге расположены прокладывать новые газопроводы особого желания нет тем более что если мне память не изменяется 2009 года работает контракт электроэнергия в обмен на газ между ираном и армении иран по не самому крупному газопроводу оставшемуся советских времен тоже отдельная тема можно побеседовать на эту тему подает газ и этот газ превращается в электроэнергию там грубо говоря из одной единицы объема газа можно получить там четыре единицы электроэнергии три отдаем 4 забираем в качестве оплаты решаем свои проблемы и на самом деле для армении это было очень важно очень сложно было поставлять и нефть и газ советские времена газопроводы заводились через азербайджан со всеми утекающими здесь вот на вырыжку пришел иран были проекты расширения этой сделки но там тоже возникла проблема нужно было строить еще одну линию электропередач то что они построили 110 киловольт это мало армения могла перерабатывать в электроэнергию и большее объемы газа для этого нужно было строить линии электропередач у армении денег нет у ирана денег нет на этом замерла иран рассчитывал что рано или поздно он эту проблему решит несмотря на все санкции под которыми исламская республика находится собственно врать 79 года с небольшими перерывами там некоторыми паузами не так давно подводили итоги вы ранее же солнечный год вот в марте он у них закончился начался новый за этот период объем поставок экспорта сырой нефти увеличился на 50 процентов неплохой результат то есть деньги постепенно появились ну будут идти реализация этого проекта с учетом некоторых особенностей поведения руководства армении мне сказать сложно был еще один проект который тоже сдвинут вправо на том же араксе совсем недавно были открыты худэферинские газ мы к сожалению это помним трагедию произошедшего с президентом ирана это плотина и контрплотина на реке аракс в районе худэферинских порогов знаменитого моста ну и так далее так далее был еще проект еще одна гидроэлектростанция аракс отделяет иран не только от территории азербайджана на территории армении там 55 километров пограничной линии там тоже есть проект гидроэлектростанции ситуация ровно тоже электростанция нужно да нужно денег нет нет и у вас нет и у нас нет и понятно что иран мог бы найти тем более после реализации сложившегося сложившуюся совместного проекта с азербайджаном напомню что здание гидроэлектростанции худэферинские одно слива по течению одно справа то есть наша общая плотина вырабатывать свою электроэнергию мы свою построен это целиком и полностью за деньги специалистами ирана так был подписан договор еще с гейдаром алиевым с учетом того что в азербайджан будет рассчитываться за это то есть а мы электроэнергию рассчитается дальше каждый работает на сам на себя общими усилиями эксплуатирует такой же такая же модель была предложена и для армении вроде бы все складывалось но сейчас как-то не сложилось ну и что касается армянской атомной электростанции на недействующие митсамурской так и стали официально называть это два блока ввр-440 причем они были разработаны специально под сейсмику специально под горы и протестировано это было страшным спитакским землетрясением эпицент находился от армянской атомной электростанции менее чем в сотнях километрах никаких происшествий атомная электростанция спокойно это пережила отдельная драма почему перестал работать один из блоков второй был модернизирован усилиями росатома и вроде бы сотрудничество с армянскими атомщиками было совершенно нормально то есть сказать что армения не готова к приему атомной энергетики нельзя атомная электростанция работала специалисты есть государственные регуляторы есть все есть но теперь будут работать французские специалисты в планах было не только продление эксплуатации работающего блока до 36 года но и действительно рассматривали самые разные варианты того что можно построить на месте не работающего блока после вывода из процесса работающего дополнить у росатома есть такой проект в в р 600 это действительно атомная электростанция среди мощности то есть если большие атомные электростанции это 1000 мегаватт и больше атомная станция малой мощности это 300 мегаватт и меньше вот здесь 600 все было правильно ну теперь будем смотреть в этом сообщении которое из еревана пришло оказывается рассматриваются три варианта атомных технологий французские китайские и российские ну будем смотреть что мы еще услышим от еревана будем слушать внимательно останемся на юге мы с тобой прошлой программе достаточно много говорили о проблемах с которой столкнулся юг россии это и верные отключения и лимитированная подача электроэнергии вот вчера по моему председатель управления системного оператора федор апачи высказал свое мнение как и причинах так и о последствиях вот ты послушал почитал интервью я даже подготовился и у меня здесь официальный телеграм-канал системного оператора я с него и проситирую действительно интервью было большим здесь пересказывать полностью смысла нет что системный оператор посчитал самого важного то он у себя и опубликовал на мой взгляд правильное поведение новости твой комментарий во-первых было отмечено если в единой энергосистеме россии потребление электроэнергии в июле году году двадцать четырех двадцать третьему более семи процентов что в общем то 0 7,3 просто рост то в объединенной энергосистеме юга 20 целых и четыре десятых процента рост рост это в общем то не не рост это просто скачок как будто невероятный ну и по отдельным участкам объединенных энергосистемы юга в кубанской энергосистеме плюс 27 с половиной процентов в ростовской энергосистеме плюс 17%, ну и совсем весело в республике Ингушетия плюс 68%. То есть, это действительно, такого у нас еще не было, прямо скажем. Цитирую Федора Апачева. В числе основных причин. Беспрецедентное воспотребление в условиях аномальной жары. В числах мы это уже сказали. Аварийный ремонт и незапланированная остановка генерирующего оборудования, в том числе отключение одного из энергоблоков Ростовской атомной электростанции. Невозможность обеспечить баланс производства потребления в энергосистеме за счет перетока из смежных энергосистем в связи с ограниченной пропускной способностью сети. Результатом принятых мер стало предотвращение непрогнозируемого развития аварии и повреждения оборудования. То есть, была введена графика временных отключений, и это действительно спасло. На сегодняшний момент, с учетом того, что температура воздуха снизилась, общей системных ограничений вводить не придется. Несколько улучшилась ситуация после включения в сеть ранее остановившегося генерирующего оборудования. Часть электростанций закончили ремонтные работы, погода вернулась к норме. В ближайшее время мы не прогнозируем необходимость ввода системных ограничений режима потребления. Ну и резюме системного оператора. Ситуация нормализована, но проблем не решилась. Потребности в новых энергомощностях в Южном регионе растут. Основные причины роста потребностей в новой генерации – ускоренный рост энергопотребления, изменение климата и возросшая аварийность. И Федор Юрьевич напомнил о том, что в схеме программы развития, которая системным оператором была разработана осенью прошлого года, в декабре утверждена Министерством энергетики. Простите, телеграм-канал у меня как-то сразу не туда мысли уходит. В этом схеме программы развития до 2030 года предусматривается строительство в объединенной энергосистеме Юга еще 1,3 гигаватт мощностей. Дополнительная новая электростанция. Что дальше? Если дальше листать телеграм-канал системного оператора, то есть и новости из Министерства энергетики. Проведение конкурса отбора мощности сдвинута на октябрь месяц. Строительство электростанции – это, так скажем, наверное, самая консервативная часть любой экономики. Конкурс будет проведен, договоры будут подписаны, то есть Министерство энергетики выкладывает условия, на которых можно строить новые мощности. Компания приходит, кто-то выигрывает. Далее идет технико-экономическое обоснование, утверждение строительства. То есть оперативнее всего устроится, как ни странно, угольная электростанция, если говорить о традиционной энергетике, два года, газовые – три года. В том же интервью ТАСС Федор Апачи отметил то, о чем, по-моему, мы в этой студии уже говорили, что ветроэлектростанции ситуацию не спасли. Проблема не только у нас. Чем выше температура, тем ниже скорость воздуха. С этим и Европа вкатилась в кризис летом 21-го года. Там был именно тот момент, что высокие температуры, там тоже по 40 подходило, ветер просто кончился, стиль. Да, мы помним. Ну и климат пленных не берет. Если у вас жарко, значит, у вас нет ветра. Ну и ситуация. Климатозависимая генерация, да, солнечные панели, ветровые электростанции можно построить быстро. Но, к сожалению, проведенный эксперимент показал, что на тот момент, когда электроэнергия нужна, ничего сделать не можете. Только если стоять рядом и изо всех сил дуть на эту лопасть, оно вряд ли еще получится. На мой взгляд, да, те схемы и программы развития, которые системные операторы предоставляют, да, они хороши. Но их надо очевидным образом модернизировать, что господин Апачи в своем интервью отметил. Ее надо доводить до ума с учетом того, что у нас происходит. Происходит у нас то, о чем мы опять же говорили. Строительство новых высотных домов – это строительство домов, где нет газовых плит, только электроэнергии. Строительство в том объеме новых гостиниц, кемпингов и так далее. Наше правительство действительно прилагает максимум усилий для того, чтобы туризм у нас стал внутренним, чтобы мы деньги не увозили в Турцию, в Египет и в прочие Таиланды. Оставляли здесь, в России. Есть где остановиться, есть где отдохнуть, есть что посмотреть. Это и налоговые льготы в адрес гостиничных комплексов и так далее. Естественно, сейчас бизнес сюда пошел. Если строятся гостиницы достаточно быстро, это малый, средний бизнес. Он у нас оперативный, народ у нас на самом деле на печи давно уж перестал лежать. Есть гостиницы, значит, рядом появятся точки общественного питания, вот так скажем, какие-то развлекательные центры. И все это, если речь о плюс 40, то без кондиционера в гостиницу клиент просто не придет или зайдет и выйдет навсегда. Мы не успеваем. Федеральный закон номер 35, и вот все эти красоты, конкурсы отбора мощности, конкурсы отбора мощности на модернизацию и так далее, и так далее, они проводятся нетерапливо. Откуда это взялось? Это традиция советских времен. Тогда было централизованное планирование, но оно было всеохватывающе. Мы строим завод, этому заводу понадобится 5 кварталов жилых домов. В этих 5 кварталах жилых домов надо 4 садика, 2 школы, 3 больницы. Мы все это вместе спроектировали. Мы пришли с этим в Госплан. Госплан задал вопрос Министерству энергетики. Получил ответ, есть возможность построить новые сети или придется строить новую электростанцию. Сходил в Министерство ЖГХ, у нас сейчас такого нет. Просто, как класса нет, задал вопрос, что будет с обеспечением теплом. Все это вместе скомпоновали и строилось все это одновременно. Сейчас такой роскоши у нас уже нет, у нас же рыночная экономика. Согласованность, даже если она будет, реагировать Россетям, энергетическим компаниям, Министерство энергетики в такой динамике, которую дает частный бизнес, у нас премьер-министр совершенно не шутит, когда говорит, что развитие малого и среднего бизнеса – это наш вариант выхода из возможных сложностей в экономике. Но тогда и вся энергетическая часть должна двигаться с такой же скоростью. А такой темп могут обеспечить только ветер и солнце. Нас это не устраивает. Сегодня, на самом деле, достаточно приятное событие в Чечне. Начали строительство новой малой гидроэлектростанции, там, по-моему, порядка 25 мегаватт, закончили через три года. Это гидроэлектростанции, их быстро не строят, даже если они маленькие. Все равно достаточно серьезная проблема. Каких-то разумных предложений лично я пока не слышу. Скорость реагирования Министерства энергетики не может быть мгновенной. Скорость реагирования Россетей тоже не может быть мгновенной. Вот господин Апачи говорит о том, что не хватает линии электропередач, которые связывают объединенные энергосистемы Юга с соседями. У нее два соседа. Это объединенная энергосистема Центра и объединенная система Среднего Поволжья. Не хватает линии электропередач. Но они не строятся мгновенно. Это и начиная с землеотводов, производства опор, производства проводов. Наверняка придется планировать строительство подстанции. То есть это процесс. Что такое линия электропередач? Ну, это Россия детка. Уважаемые зрители и слушатели. По-прежнему продолжается политика Ютуба в неизменном виде. По-прежнему велик риск того, что Ютуб для России перестанет функционировать. Одним из новых направлений проекта «Геоэнергетика» мы будем пробовать все имеющиеся у нас материалы в том или ином виде, отредактированном возможно, размещать нас в портале «Дзен». «Яндекс.Дзен» — это все-таки пока еще наша отечественная платформа. Там можно работать без цензуры. Поэтому предлагаю заглядывать. Вы знаете, что часть роликов, в которых содержится слово «Украина», мы вынуждены цензурировать. Вот там это будет в полном объеме. И, может быть, это покажется вам более интересным, более живым. Ссылки на наш «Яндекс.Дзен» есть в описании. Подписывайтесь, комментируйте, высказывайте замечания, пожелания. Всегда будем рады на них откликнуться. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok